Можно ли заниматься на уроках людям с лишним весом? Следующий вопрос. Спасибо за вопрос. Очень крутой вопрос. Почему крутой вопрос? Потому что я прям... Да, конечно, можно. Почему можно? Смотрите, мы больше всего веса теряем и затрачиваем калории, когда мы находимся... Сейчас, кстати, я вот боюсь неправильно сказать. Да. В общем, людям с повышенным весом на самом деле заниматься сразу кардио, бежать и терять вес достаточно вредно для здоровья. Поэтому с чего начинается похудение, вход в форму? Даже, знаете, я не буду говорить похудением и вход в форму, потому что что значит форма? Форма у всех разная. А вообще, как бы переход в здоровый образ жизни, да, когда вы понимаете, что уже тяжеловато ходить с этим весом, начинается со статики. Почему со статики? Когда ты в статике находишься, у тебя теряется достаточно много калорий. Что такое статика? Ты поднимаешь ногу и держишь. Держишь. Вот вчера я отказалась от адажива, не пошла. Можете посмотреть у нас в истории. Не, не пойду. Не готова я дальше заниматься и держать. Поэтому, потому что я, например, там какие-то прыжки сделала, какие-то прыжки не сделала, потому что действительно сложновато. Вот. Итак, с повышенным весом. Что? Это планки, это вся статика, ножку поднял, подержал. То есть не вот это качание, когда на сердце большая нагрузка идет. Здесь тоже будет в статике большая нагрузка на сердце, но она более распределенная, равномерная. Таким образом вы увидите, что теряете вес достаточно быстро и укрепляется вообще корпус. Вы лучше вообще балансируете в пространстве континуума нашего временного. Еще раз повторяю, что людям с повышенным весом, если никогда не занимались спортом, самое крутое это начать с пилатеса и балетного портера, который в себя включает элементы пилатеса, естественно. И мне кажется, был прародителем пилатеса. Вот я вам танцую здесь, чтобы вам не было скучно воспринимать информацию. Отвлеклись, чичичи! Угу!